Братья и сестры, здравствуйте! Идёт рождественский пост. Нужно начать поститься. Нужно начать поститься. Мясо нужно убрать со стола. Нужно курящим попробовать бросить. Пьющим также, ну и всякое другое. Игры разные, приставки, телевизор, разные развлечения. Это всё надо в сторону убрать. Надо брать святую книгу и упражняться в ней. Ну и для того, чтобы вас ободрить на этом пути, я сегодня прочту вам кое-что о святом посте из Святой Библии. Книга пророка Даниила, первая глава. Описывается ситуация, при которой Господь предал в руки Навуходоносора, Иерусалим и Иоакима, царя Иудейского, и всяких смысленных людей, кстати, очень важная вещь, такие лифты, кидай лифты, лифты, да, значит, всяких молодых юношей, у которых нет пороков в теле, которые здравы умом, которые могут изучать всякие науки, ну такой лифт, такой, значит, сказал на уходоносор собирать к себе. Все попали, значит, под эту вот сегрегацию такой Даниил, Анания, Меслоил и Азария. Переименовали их в вавилонские имена для того, чтобы они изучали всякую халдейскую премудрость. Этим, кстати, важно вообще восточные монархии, восточные сатрапии империи. Вот, например, турки, чем были велики? Вот великие турки, при всем том, что они захватили, как бы, Иерусалим, прошу прощения, Константинополь, так, ну, долговременные осады, там, навалы, там, всем таким. Но молодцы они в чем? Они всех греков рекрутировали себе на службу. Талантливые архитекторы строили им мечети, талантливые врачи лечили их болезни, талантливые финансисты из армян и греков занимались их финансами, талантливые мореплаватели из греков получили арабские имена и стали водить по морю, значит, корабли. То есть они умели выстроить лифты для талантливых людей. Меритократия, так называемая, когда достойный может. Вот молодцы были, сами не умели ничего. Казапасы, степные люди, дикари, убийцы прирожденные, как бы, значит, жестокие воины, которые не могли ни строить, ни лечить, ни считать, ни читать, ни за звездами наблюдать. Но они всех набрали на службу, всем дали хорошие деньги, и все стали работать на себя. Молодцы! Браво! Аплодирую стоя. Так же делал и Навуходоносор, который отобрал себе смышленых юношей, чтобы они изучали всякую науку вавилонскую. И дал им еду со своего стола и вино, которое он пьет. А они не боялись искверниться. Боялись. И, значит, сказали, что мы не будем этого есть. Тогда начальник Евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я, господина моего царя, который назначил сам вам пищу и питье, ежели он увидит лица ваши худощавые, худощавие, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, начальнику телохранителей, «Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней. Пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья, а потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, а затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался и испытал их десять дней. «По истечении десяти дней лица Анании, Азарии, Месаила и Даниила явились красивее, телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушание и вино для питья и давал им овощи». А взамен этого, дорогие христиане, это, собственно, чтение для чего? Для тех сусликов, которые боятся, что детки их ослабеют, что детки их без колбаски и без молочка на силах упадут. Не упадёт никто, мы и так жрём больше, чем нужно. Пост даёт нам очень простую мысль о том, что мы едим кратно больше, чем нам нужно. Два дня не ешь, три дня не ешь и не умираешь. Зачем ты жрал столько времени безмерно? Вот это всё. Короче, без колбасы можно всю жизнь на самом деле жить. И без мяса, и без сосисок, и без говядины, и без шашлыков. И вот они оказались плотнее, румянее, веселее на овощах и воде. Слышите, да? А кроме этого даровал Бог четырём симатракам знание и разумение всякой книги и всякой премудрости. А Даниилу ещё даровал, разумеете, всякие видения и сны. То есть очистившийся ум начинает воспринимать божественные вещи. Ибо, по слову Ефрема Сирина, человек на полный желудок, рассуждающий о Господе, похож на проститутку, рассуждающую о целомудрии. А вот натощак о Боге говорить удобней и лучше. То есть лучше о Боге говорить натощак. Да? И постигаются многие вещи натощак, а не на полное брюхо. Полное брюхо к учению глухо. Продолжается святой рождественский пост. Ей, братья мои и сёстры мои, Всю жизнь свою вы и я провели дурно, глупо, пусто, в никуда, под хвост коту. Ей, братья мои и сёстры мои, начинайте хотя бы сегодня. Берите в руки Евангелие и переставайте жрать. Паститесь и молитесь. Да не внидите в напасть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова